так запись пошла у нас гости вот кажется поехали за саженцами так охрана встает охрана здравствуйте я вам не сильно помешаю нет так ну что я скажу гигант подмосковья суп супер груша я говорю в том году пробовал ты же привозил ну а так правильно привозил второй то сад в летнике нет это у нас нету самое обидное что значит поделился черенком чернобаем он жрет мои груши 500 граммовые так бывает талантливый мужик вот художник что не привет сразу плодоносит и вот он меня угощает моими же грушами самая крупная 540 грамм поверите так теперь значит кто из вас может мне дать короткий 5 минут интервью серёжа это тоже ценность величайшая но для селекционеров потому что ближайших научных учреждений ее нет проверял уточнял я дружу с ними так ну где бы нам стать то ай вот тут смотрите какая грушка интересно посмотрите вы купили ну скажем не маленькую да и маленький а теперь это смотрите сюда двумя годами раньше побрезговали двумя годами и не купили вот это вот побрезговали представляете да ну это ж молодой питомник вот вот теперь пожалуйста выкопаю попробуй это память яковлева ой какая на вкус то все может быть дать вам попробовать ну-ка твердая как камень расстроитесь потому что сильно твердая да найти вам какой постели а его я ну вот сейчас скажете не вкусно и что я буду с делать но она еще сахара не набрала да так сахара будет уже вязать не будет всего одна из сладчайших груш на на это в россии так теперь даже мы зря его сорвали она она не спела так теперь давайте рассказывайте я смотрю лицо знакомые говорите все рассказывать все рассказывать еще три года назад собиралась обратиться к вам за вашими саженцами случилась она беда сломала ногу ой стане мы переписывались вот в течение этих трех лет все мне вроде бы получше начинают они писать таня мы за саженцами потом опять у меня очередная операция все в сторону моя дача вот но суть в чем что хочу сказать эти три года занимаясь своим здоровьем и сидя в телефоне все сайты проверяла все эти питомники как как вы правильно говорите уже питомники в этом году убедились а сами получается до того как то они написать очередной раз цены заманивающие с интернета по на заказывали всяких саженцев что до пришли они с сухой корневой системой на дачу даже садить не стали силы терять посадили в деревне на стороне у Сережи мама живет посадили все просто палки сухие вообще ничего просто 2 800 просто на ветер просто на ветер все понятно ну зато дешевая да в этом году купили весной у вас получается мы купили яблоню ну конечно первое впечатление палка нам ее еще промсали вообще палку было немножко думаем как-то так странноватый тоже саженец но он такой шикарный сейчас такой день прошло за месяца 3-4 вот весной купили в мае получается вот такой саженец палки вот такой вот такой абрикосы тоже я пыталась сколько лет пыталась абрикосы выписывала посадишь он либо пропадет либо скоро не пойдет типа двое приводит а мы в черемушках лучшее место в стране черемушки еще и не вырастить вот в этом году купили два саженца абрикосов у вас купили академик гонялись нам повезло там как раз тут отказался нам повезло купили академика купили фарину то не предложил ухты да и вот получается это мы заказывали вам и хорошо хоть его рано начали где-то феврале мы то они заказали саженцы вот потом к маю как раз кто-то отказался это от этого вот вашего сорта от академика и вот то не позвонила быстренько мне написала что академик освободился мы его еще взяли ну в этом году 2 4 фаины у нас было уже 4 пола 4 права вас посадили сразу вы знаете суть в чем они у нас вообще оба саженца цвели офигенно я аж прям напугалась а звонит они горит они нам ободрать и чтобы саженцы то принимались они на ягоду она говорит пусть уже как должно быть так и будет но вот академик все скинул а фаина 4 плода дала главное вы не отрывая ли цветы вы не искалечили дерево да и вот именно это мы уже начитались по вашим этим что нельзя калечить вообще никогда нет ничего вот благодаря вам в этом году поели еще свой старый абрикос давайте вот я смотрела все ваши вот эти youtube и всю весну и мы хотели это старые абрикосы нас был прямо такой плохой прям столб такой я сереже говорю все сереже весной вот точно под корень все убираем а весной да сереж в этом году еще поели абрикосы которые не стали убирать элементарно это год такой прям уже казалось бы все только топор и вдруг бах и урожай и все велика это особый особый год у меня афаины 30 40 грамм когда были 100 граммовые или академики 30 40 грамм зато сколько их уже собой вы играть и вы приехали здесь без валидола выходить нельзя было да это ужас это урожай ищи которые вот ну невозможно но они все пошли в семена а значит боюсь катаклизма да вот смотрите еще суть в чем что в этом году продавали черемушках коттедж но он очень много лет назад покупал именно у вас все саженцы создавал сад когда же подстроил создал сад черемушках именно с ваших полностью саженцы мы просто обалдели мы пришли туда там и абрикосы усыпанный вот этим академиком вот таким покажите еще раз каким ну вот тут ну и вот так вот покажите вот вот это это ну чуть поменьше чуть чуть поменьше вот этого этого мы получается пока у них это дерево мало того его очень много эти ветки все земле склоненные все усыпанные и что мне понравилось то что он не сразу резко раз поспел и все и отпал то есть мы к ним ходили в течение месяца то одну ветку берем ведро соберем потом они опять нам звонят мы опять идем собираем да серёж течение месяца же мы ходили все академик у них собирали и вот он нам мы мы-то сначала он молчал а потом мы такие верим а как где у такой такую купили то что у вас там сад там все усыпано этими абрикосами этими грушами вообще все а он говорит а вот на красном хуторе горит купил в свое время сразу вот прям поехал и все горит деревья за раз купил но у него я как поняла по вашему именно прайсу танинам у него скорее всего есть серафима абрикос который красный или амур да вот это одно из двух потом получается вот этот у него академик но название не помнит но я учиться определила по вашим силам вот этим картинку самый крупный да и по моему бай батли бай 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 вот по-моему бай вот у него три абрикоса но не все это было прошу году в этом году а в этом в этом году у всех уже там год такая он говорит у них каждый год такое да он создал ваш сад ваш сад вот именно там черемушка вот полностью все саженцы все от с вашего питомника а вы умудрились начали купить в интернете палки палки да муж уж прям возмущался возмущался а вы не знали что вас подставят что у них нарисованные фрукты знаете суть то в чем еще ладно там нарисованные суть то видите в чем что мы это купить купили ну давай подрастут там маленькие приходят саженцы подрастут там вроде бы недорого дождемся но суть в чем что потом то даже телефоны не отвечали то есть мы чисто нарвались прямо на мошенников конкретно то есть если до этого мы выписывали в одном питомнике но там кое-какие саженцы у нас прижились кое-какие не прижились то этот вообще телефон даже потом просто закрыл все сразу так делают ваш телефон сразу не угоден как говорили ваш телефон готов покупки покупки вот решили сделать сад именно только с вашей деревьей чтобы уже не просто так самое интересное каждый раз я думаю что вдруг люди подумают что я вас подговорил все это рассказать да ну поверьте я говорю я садовод любитель то есть я люблю вот именно проверить как что ты можешь вот человек может да например железов какой-то вырастить это а я вот смогу вот это ивона и вырасти вот даже вот здесь я посмотрела до того как тайне опять позвонить вот саженцы на весну посмотрела парень один продает мы прошлом позапрошлом году умудрились у него купить одно дерево лобо яблоню лобо лобо ну что она у нас просто болеет и просто мы каждый раз вырезаем ветки урезаем и там две ветки от низа осталось хотя я купили вот такую деревьевую получается да я увидела что он в этом году предлагает именно привитые деревья именно полностью ассортимент ваш вот то что мы грушу купили сейчас с какими названиями космическая груша вот этот гигант московский и гигант уже до лютневая которую мы купили весной у вас потом нарядная фильма которую мы сейчас купили у вас точно все мы только только он знаешь продает его получается именно дешевле но это само собой но я решила что я возьму с качественным подвоем я где гарантия что у него гигант 500 граммовая игрушка это у нас в этом году стала яблоню ждали три или четыре года в этом году на первый год заплодоносила аленушку как я покупала якобы мечтала такой это вот мы купили в этот раз сейчас вы купили да но весной не было хотите угощить и но и тогда потихонечку идем хоть увидите что вы купили научить аленушка полу культурка а то будете ждать 500 граммов и пойдемте пойдемте настоящая аленушка а а а а Субтитры создавал DimaTorzok